Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Истворение святителя Анна Златоуста. Очистившись от грехов, мы должны иметь эти самые грехи пред своими глазами. Если Бог по своему милосердию простит тебе грех, ты имей его пред глазами ради безопасности своей души. Потому что память о прежних грехах предохраняет от будущих. И кто сокрушается о прежних, тот остерегается от их повторения. Потому-то и Давид говорит, и грех мой всегда предо мною, чтобы, имея пред глазами прежние грехи, не впасть в будущее. А что Бог требует от нас с такого пометования, послушай, как сам Он говорит. Я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого, и грехов твоих не помяну. Припомни мне, станем судиться. Говори ты, чтобы оправдаться. Исайя 43 глава. Бог не требует для покаяния продолжительного срока. Сказал твой грех, и ты оправдан, покаялся и помилован. Не время оправдывает, а усердие кающегося уничтожает грех. Может случиться, что и трудившийся много времени не достигнет спасения. И в короткое время искренно покаявшийся освободится от греха. Блаженный Самуил употребил много времени на молитву о Сауле, и много ночей провел без сна, молясь о спасении согрешившего. Но Бог, невзирая на время, потому что с молитвой пророка не соединилось покаяние согрешившего, говорит своему пророку, «Доколе будешь ты печалиться о Сауле, которого я отверг, чтобы он не был царем над Израилем». 1 Царств 16 глава Слово «доколе» означает продолжительность молитвы и настойчивость молившегося. И Бог пренебрег продолжительностью молитвы пророка, потому что с ходатайством праведника не соединилось покаяние царя. Напротив, блаженному Давиду, который, получив от святого пророка Нафана обличение греха, тотчас же вслед за угрозой обнаружил искреннее обращение и сказал, «Согрешил я пред Богом», одно это слово, в одно мгновение, произнесенное от чистого сердца, тотчас же лишь только он покаялся, принесло всецелое спасение, потому что за этим словом последовало немедленное исправление. Поэтому Нафан говорит ему, «И Господь снял твое согрешение, снял с тебя грех твой. Смотри же, как Бог медлителем на наказание и скор на спасение, и подумай прежде всего, сколько времени милосердный Бог отлагал обличение. Давид согрешил, жена понесла в очреве, и никакого обличения в грехе не последовало. Целитель греха посылается после того, как родился уже зачатый от греха младенец. Почему же Бог не тотчас же привел к исправлению согрешившего? Потому что знал он, что в увлечении грехом душа грешников слепотствует, что уши погруженных вглубь греха глухи. Поэтому он и медлит оказанием помощи душе, в которой пылает страсть, и спустя так много времени дает обличение. И в одно мгновение совершается и покаяние, и прощение. И Господь снял с тебя грех твой. О, домостроительство Божие, приводящее ко спасению угрозой. Видишь, как скор Бог на спасение. Точно так же поступает он и с другими людьми, медленно погибель и ускоряя на спасение. У нас, у людей, употреблю такое сравнение, в здании строится много времени. И простой дом мы строим немало времени. Чтобы построить, требуется таким образом много времени. А чтобы разрушить, немного. А у Бога наоборот. Когда Он устрояет, то строит скоро. А когда разрушает, то разрушает медленно. Скор Бог на устроение. Медленно разрушение. Потому что Богу пристойно и то, и другое. В первом обнаруживается Его могущество. Во втором – благость. По преизбытку могущества Он скор. По великой благости медлен. Слова наши подтверждаются самым делом. В шесть дней Бог сотворил небо и землю. Великие горы, равнины, скалы, долины, леса, травы. Источники, реки, рай. Все словом разнообразие. Поражающие глаза наши. Это великое и широкое море. Острова. Приморские и внутренние страны. Весь этот видимый мир со всей его красотой. Бог сотворил в шесть дней. И наполняющие этот мир разумные и неразумные существа. И весь видимый нами распорядок. Он созидает в шесть дней. И этот Бог, столь скорый в создании вселенной, по своей благости, оказался медлителен, когда захотел погубить один город. Он хочет разрушить Иерихон. И говорит Израилю, обходите его семь дней, и в седьмой день падет стена. Книга Иисуса Новина, шестая глава. Ты созидаешь весь мир в шесть дней, и один ли город разрушаешь в семь дней? Что же препятствует твоему могуществу? Почему не вдруг разрушаешь его? Не о тебе ли восклицает пророк? О, если бы ты расторг небеса и сошел, горы растаяли бы от лица твоего. Исайя, шестьдесят четвертая глава. Не поведая ли о делах твоей силы, говорит Давид. Посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля, и горы двинулись в сердце морей. Псалом 45. Ты можешь переставлять горы, вергать их в море, а не хочешь за раз разрушить одного непокорного города, и назначаешь семь дней на его разорение. Почему? Не потому, говорит, что могущество бессильно, а потому, что милосердие долготерпеливо. Аминь.